Изобретателей вечного двигателя всегда хватало, и они не перевелись до сих пор. Ведь тот, кто сумеет построить вечный двигатель, изменит жизнь человечества. Вечный двигатель будет делать за нас всю механическую работу, ничего не требуя взамен. От него будут работать станки и электрогенераторы. Ну а если вечный двигатель установить на автомобиле, такая машина не будет нуждаться в бензине или другом топливе. Поистине, прекрасная мечта. Правда, Академии наук давно уже отказались от рассмотрения проектов Perpetuum Mobile. Так вечный двигатель называется на латыни. Но может быть, ученые все-таки не правы, вечный двигатель можно построить? Если маховик хорошо раскрутить, он будет вращаться очень долго, пока не остановится из-за внешнего трения. Раскрученный до больших оборотов маховик можно установить на автомобиль в качестве двигателя. Но когда автомобиль поедет, маховик будет отдавать ему свою энергию, а сам замедляться. Маховик может запасать энергию, но он не может вырабатывать ее сам. Вот если какое-нибудь колесо будет вращаться без остановки, да еще и поднимать вверх грузы, это и в самом деле будет вечный двигатель. Именно к этой цели стремились изобретатели. И какие изощренные конструкции они придумывали. Давайте разберемся с одним из таких вечных двигателей поподробнее. Это колесо, разделенное на отдельные секции. В каждой секции лежит тяжелый шар. Шары слева находятся на большем расстоянии от оси колеса, чем шары справа. По замыслу изобретателя шары слева будут перевешивать, поэтому колесо начнет вращаться против часовой стрелки, а шары будут перекатываться и поддерживать это движение. В чем же ошибка в рассуждениях изобретателя? Дело в том, что шаров слева всего 4, а шаров справа 7. И вращающие моменты справа и слева уравновешивают друг друга, так что колесо вращаться не будет. Вот еще один вечный двигатель, устроенный по тому же принципу. Как и все вечные двигатели, он не работает. Может быть, его надо легонько подтолкнуть? Колесо качается, но не вращается. Толкнем посильнее. Опять останавливается. Толкнем еще сильнее. Неужели заработал? Нет, просто центробежная сила прижала шары к внешним упорам, и колесо превратилось в обычный маховик. Он тормозится трением, и как только система грузов перешла в рабочий режим, двигатель тут же остановился. А вот еще одна конструкция вечного двигателя. Внутри трубы находится Архимедов винт. Вращаясь, он поднимает воду наверх. Вода стекает вниз, падает на лопатки и поддерживает вращение винта, который поднимает наверх новую порцию воды. Почему этот двигатель не будет работать? Падающая вода, конечно, совершает работу. Если бы не было потерь энергии, этой работы как раз хватило бы на то, чтобы поднять такую же порцию воды наверх. Мы получили бы вечное движение. Этакий водяной маховик. Но если подставить под струю воды колесо с лопатками для совершения дополнительной работы, двигатель постепенно остановится.